Привет! Меня зовут Дмитрий Пимонов, и в этом уроке мы поговорим о ладах и тональностях музыки. И первое, с чего мы начнем, это с определения лада. Лад – это последовательность нот, начинающейся с самого устойчивого звука, так называемой тоники, и развивающейся в пределах октавы до следующего устойчивого звука – тоники. Если лад начинается с ноты до, то нота до является тоникой. Лад, в свою очередь, может иметь высотное положение – тональность. Она бывает мажорной или минорной. Сами тональности так и называют, к примеру, ля минор или ре мажор. Каждая тональность состоит из определенных нот, а каждая из нот является определенной ступенью гаммы, таких ступеней, как и нот 7. Каждая из них имеет свое название римского порядкового номера, отражающего положение в тональности. Давайте посмотрим на картинку. Первая ступень называется тоникой. От нее начинается строиться наша тональность. Вторая – нисходящий водный тон. Третья – медианта. Четвертая – субдоминанта. Пятая – доминанта. Шестая – субмедианта. Седьмая – восходящий водный тон. Восьмая – снова идет тоника. На ней заканчивается строиться наша тональность. Каждый лад, будь то минорный или мажорный, строится по строго определенным интервалам. Как вы уже знаете, самый минимальный интервал называется полутон, а два полутона дают тон. Но прежде чем знакомиться с составом интервалов, образующих гаммы, давайте вспомним раскладку нот по полутонам. Если вспомнили, то пора переходить к интервалам, образующим мажорную гамму. Запомнить их достаточно легко. Тон, тон, полутон. Тон, 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 полутон. Именно по этим интервалам строятся мажорные гаммы. Для примера построим гамму до мажор. Тоникой и нашей первой ступенью будет являться нота до. Через тон у нас будет нота ре. Еще через тон нота ми. Через полутон фа. Через тон соль. Еще через тон ля. Далее через тон си. И через полутон снова получаем тонику до. Я думаю, эта тональность вам уже знакома. Так что давайте построим тональность ре мажор. Тоникой является нота ре. Через тон идет нота ми. еще через тон нота Фа диез, через полутон Соль, через тон Ля, далее через тон Си, еще через тон До диез и через полутон снова Тони Кре. Запомните раз и навсегда, что именно соотношение интервалов образует принадлежность нот к тональности. К примеру, 8 нот, между которыми нет такого соотношения, уже не образует мажорный лад. Для закрепления давайте взглянем на несколько мажорных тональностей. Как видите, везде прослеживается четкое соотношение интервалов тон-тон-полутон, тон-тон-тон-полутон. Зная эти интервалы, вы самостоятельно можете построить обычную мажорную тональность. Да, это был обычный вариант мажора. Его еще называют натуральным. Но натуральный вид это еще не все. Выделяют также гармонический и мелодический мажор. Каждый из них характеризуется своим составом интервалов. Давайте познакомимся с составом интервалов, образующими гармонический мажор. Он состоит из следующих интервалов. Тон-тон-полутон, тон-полутон, полтора тона-полутон. Отличие от натурального мажора заключается в пониженной шестой ступени, что придает ему звучание, характерное для музыки азиатских стран. Для примера построим ту же гамму до мажор. Тоникой и нашей первой ступенью будет являться нота до. Через тон у нас будет нота ре, еще через тон ми, через полутон фа, далее через тон соль, через полутон ля бемоль, через полтора тона си, и далее через полутон снова тоника до. Как видите, состав нот будет уже немного другим. Для закрепления давайте взглянем на несколько тональностей в гармоническом мажоре. Мелодический мажор используется редко, так как обладает специфической особенностью. При движении вверх он звучит как мажор, а вот при движении вниз его звучание становится грустным, больше похожим на минор. На это влияет его состав интервалов. В мелодическом мажоре он отличается в зависимости от движения. При восходящем движении получаем тон-тон, полутон, тон-тон-тон, полутон. А при нисходящем тон-тон, полутон, тон-полутон, тон-тон. Для примера построим гамму до мажор. При восходящем движении мы имеем все то же, что и в обычном мажоре. То есть тоникой является нота до, через тон у нас будет нота ре, Еще через тон ми, через полутон фа, через тон соль, еще через тон ля, далее через тон си и через полутон до. При нисходящем движении тоникой нашей первой ступенью будет являться нота до. Далее через тон идет ре, еще через тон ми, через полутон фа, далее через тон соль, через полутон ля бемоль, через тон си бемоль и через тон снова тонико до. Таким образом, мелодический мажор, в отличие от других видов мажорного лада, при движении вверх и вниз будет строиться не одинаково. Для закрепления давайте взглянем на несколько тональностей в мелодическом мажоре. Мажорный лад, в отличие от других видов мажорного лада, при движении вверх и вниз будет строиться не одинаково. Семи-семи интервалов, которые строятся от тоники до тоники. Минорные лады, как вы уже догадываетесь, тоже имеют свой состав интервалов. Как в случае с мажором, выделяют три вида минора. Натуральный, гармонический и мелодический. Каждый из них характеризуется своим составом интервалов. До пятой ступени во всех трех они одинаковы, а вот далее уже возникают варианты. Для начала давайте познакомимся с составом интервалов, образующими натуральный минор. Он состоит из следующих интервалов. Тон-полутон, тон-тон-полутон, тон-тон. Для примера построим гамму до минор. Тоникой и нашей первой ступенью будет являться нота до. Для закрепления давайте взглянем на несколько тональностей в натуральном миноре. Гармонический минор отличается от натурального, повышенной седьмой ступенью. Она придвинута к тонике, что придает гамме своеобразное восточное звучание. Этот минор имеет следующий состав интервалов. Тон-полутон, тон-тон-полутон, полтора тона-полутон. Для примера построим гамму до минор. Тоникой и нашей первой ступенью будет являться нота до. Через тон у нас будет нота ре. Через полутон ми бемоль. Через тон фа. Еще через тон соль. Через полутон ля бемоль. Через полтора тона си. Далее через полутон снова тоника до. Для закрепления давайте взглянем на несколько тональностей в гармоническом миноре. Мелодический минор отличается от всех остальных своим особенным звучанием. После пятой ступени грустное минорное настроение постепенно становится мажорным. На это влияет его состав интервал. В мелодическом миноре, как и в мелодическом мажоре, он отличается в зависимости от движения. При восходящем движении получаем тон-полутон, тон-тон-тон-тон-полутон, а при нисходящем – тон-полутон, тон-тон-полутон, тон-тон. Это все из-за того, что при нисходящем движении переход из мажора в минор звучит не очень привлекательно. Так что используется натуральный минор. Для примера построим гамму до минор. При восходящем движении тоникой и нашей первой ступенью будет являться нота до. Через тон у нас будет нота ре, через полутон ми бемоль, через тон фа, еще через тон соль, далее через тон ля, еще через тон си, далее через полутон снова тоника до. При нисходящем движении тоникой и нашей первой ступенью будет являться нота до. Через тон у нас будет нота ре, через полутон ми бемоль, через тон фа, еще через тон соль, через полутон ля бемоль, через тон си бемоль, далее через тон снова тоника до. Для закрепления давайте взглянем на несколько тональностей в мелодическом миноре. Помните, в первом уроке этой части я упоминал про удобство работы с тональностями? Так вот, чтобы было проще читать произведения, написанные в разных тональностях, в нотной записи при ключе ставят диезы либо мемоли на линеечках. Это служит указанием того, что та или иная нота в произведении должна играться на полтона выше или ниже. К примеру, перед нами такая картина. В первом случае у нас стоит диез на первой линеечке, которая соответствует ноте фа. Это служит указанием того, что все ноты фа, независимо от октавы, должны быть повышены на полтона, то есть заменены на фа диез. Во втором случае у нас стоит бемоль на средней линеечке, которая соответствует ноте си. Это значит, что все ноты си, независимо от октавы, должны быть понижены на полтона, то есть заменены на си бемоль. Диезов либо бемолей может быть несколько, как в третьем и четвертом случае. Это означает, что все ноты должны быть повышены либо понижены на полтона. Когда при ключе указывается диез либо бемоль, то в нотной записи встречается такой знак, как бекар. Он отменяет указанные при ключе диез либо бемоль, но в пределах всего лишь одного такта. Давайте посмотрим на картинку. В первом такте мы играем ноту ре с диезом. Когда мы подошли ко второму такту, мы видим, что в начале такта рядом с нотой ре стоит бекар. Это означает, что в этом такте мы играем обычную ноту ре без диеза, но в третьем и четвертом такте мы снова будем играть ее с диезом. В пятом такте у нас опять встречается бекар, но в отличие от второго такта, тут нам требуется сыграть ноту ре как с диезом, так и без него. В этом случае мы играем сначала ноту с бекаром, то есть обычную ноту ре, а потом у нас снова появляется значок диез, указывая на то, что все вернулось на свои места. Теперь вы знаете, что такое лады и тональности, а также чем отличается мажор от минора. Для тех, кто приобрел мой видеокурс, я специально подготовил тест. Вы сможете найти его на диске с видеокурсом. Попробуйте сами ответить на все вопросы, а уже потом смотрите в ответы. На этом данный урок завершен. В следующем уроке мы поговорим о том, что такое аккорды и как они строятся. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Успехов в изучении! Минорные аккорды строятся по минорной гамме и также включают в себя тонику третью и пятую ступень. К примеру, нам нужно построить аккорд СМ, то есть до минор. Мы строим гамму до минор, напоминая, что обычная гамма.